Медиахолдинг Тверской проспект продолжает масштабный проект, посвященный Тверской недвижимости. Вместе с экспертами нашего телеканала мы отвечаем на наиболее актуальные вопросы, возникающие у тверетян при выборе покупки или продажи жилья. Напомним, за последние несколько недель мы посетили ряд крупных жилых комплексов нашего города, чтобы составить объективную картину того, из чего сегодня состоит рынок Тверской недвижимости. После выхода материалов в эфир поток вопросов, поступающих в нашу редакцию, не прекратился. Жители Твери жалуются на низкое качество приобретенной недвижимости. Сегодня история Тверской семьи, которой пришлось продать свою квартиру из-за возникших в ней коммунальных проблем. Семья Ивановых, фамилия супругов изменена по их просьбе, не так давно приобрела квартиру вот в этой новостройке от Тверского ДСК. Два ярко-желтых дома по улице Фрунзе близ Комсомольской роще — это ЖК «Молодежный», который знаком многим жителям областной столицы. Цена, рассказывают супруги, была достаточно невысокая, да и расположение дома для Ивановых было подходящим. Однако попытки сэкономить привели к тому, что качество новостройки оказалось не на высоте. Через какое-то время начали выявляться недостатки. То есть элементарно просто перепланировку хотели сделать, оказалось, что это невозможно сделать, потому что всё-таки хочется под себя-то ремонт. Шумоизоляция — это вообще отдельная история, потому что, как оказалось, что мы, можно сказать, не соседями являемся, а, можно сказать, живём в одном помещении. А через несколько месяцев проживания проблем стало ещё больше, говорят супруги. Оказалось, что в купленной квартире невероятно сыро. От этого по стенам поползла плесень, начали отваливаться обои. Из-за этого появились уже другие проблемы. У нас маленький ребёнок, только появился ему всего лишь полтора месяца, и он из-за плесени начал чихать. Ну и мы испугались, и, соответственно, тут же приняли решение о том, что нужно продавать эту квартиру. В итоге, по сути, только что приобретённое долгожданное жильё молодой семье пришлось продавать. От покупателя проблемы, обнажившиеся в квартире, скрывать не стали, а потому при продаже сильно проиграли в деньгах. Как рассказывают Ивановы, уступить пришлось порядка 300 тысяч. Но зато теперь они спокойны за здоровье своего ребёнка. Отметим, что проблема появления сырости и плесени в панельных домах от Тверского ДСК – вещь достаточно распространённая. И касается она не только новых домов. На холодные и сырые квартиры жалуются и жильцы более старых панелек – 70-х и 80-х годов постройки. Вот эта пенсионерка пускать съёмочную группу в свою квартиру отказалась, однако на камеру рассказала, что ей пришлось утеплять свою квартиру за свой счёт. Вся стенка чёрная была. Почему мне утеплили? Ну, не я сама, я фирма делала. То есть, ну, наша, управляющая. Чёрная от сырости и плесени? Да, потому что всё это через эти щели, всё это тут ушло. В том дырянной самой постройки. Словом, покупая квартиру в панельном многоэтажном доме от Тверского ДСК, нужно быть готовым к тому, что рано или поздно межпанельные швы дадут усадку, а на ваших стенах может появиться плесень. Причём касается это, судя по всему, как старых домов, так и новостроек. То есть, даже с появлением новых изоляционных материалов и развитием новых технологий многоэтажного строительства, местный застройщик не смог радикально справиться со старыми конструктивными недостатками в своих высотках. Но, быть может, куда лучше у Тверского домостроительного комбината обстоят дела с малоэтажной застройкой. Совсем скоро мы узнаем и это. Наш телеканал планирует посетить жилой комплекс «Медовый», возводимый ДСК в районе Старецкого шоссе, и узнать, какого качества квартиры там. Вместе с тем мы продолжаем ждать ваших историй. Если у вас есть вопросы, касающиеся недвижимости, или вы столкнулись с личностью над добросовестным застройщиком, который не сумел сдать дом вовремя, или сдал его существенными недостатками, или вы по каким-то причинам разочаровались в приобретённом жилье, звоните в нашу редакцию по номеру 4822-300-341. Или присылайте нам сообщение по адресу newssobakatipi.tv.ru. Мы ждём ваших историй, и пусть ваш опыт поможет другим будущим новосёлам не ошибиться в выборе. Продолжение следует...